безусловно без любви и без страсти не совершается ни одно деяние на земле и получаешь результат который раз от раза становится лучше хирург трех операций это не хирург как ты относишься к инста врачам это ловушка для пациента то они все просто закачаются смысл в том чтобы им делиться именно тогда профессия становится смыслом жизни и приносит удовольствие ждем таблетку волшебную да мы на пути к этому татьяна очень рада видеть тебя в нашей импровизированной студии во время восьмого москву брестмитинг ты по моему присутствовал на самом первом и сейчас на восьмом скажи пожалуйста какую ты чувствуешь ну не то чтобы разница какой то чувствуешь движение нашего москву брестмитинга каждый раз когда приезжаю или когда я думаю о том что впереди москву брестмитинг я чувствую подъем адреналин потому что в очередной раз это будет встреча с любимыми друзьями с любимыми организаторами и возможность поделиться опытом и подчеркнуть новых знаний и при том это чувство она не угасает от митинга к митингу очень многие говорят что ну вот каждый год проводить мероприятия это сложно потому что за год ничего невозможно нового придумать но мне кажется что тут вопрос ведь не только придумывание чего тут вопрос в том что ты нарабатываешь какую-то методику методологию и получаешь результат который раз от раза становится лучше вот какое твое мнение что можно сделать за год вот чтобы удивить ну у каждого хирурга всегда есть какие-то операции которые по-прежнему не достигли совершенства да или в которых он по-прежнему отвечает сам себе на какие-то вопросы или он понимает что та техника которую он использовал раньше это не то что нужно потому что накопились какие-то результаты за предыдущие годы потому что пациенты очень часто возвращаются и ты понимаешь что можно что-то сделать лучше да не наступает на какие-то грабли и об этом предупредить коллег и я очень рада что на самом деле с каждым годом и коллегия и благодаря вам организаторам за того что мы видим зарубежных учителей мы понимаем что смысл не в том чтобы этот багаж знаний беречь да смысл в том чтобы им делиться когда мы делимся мы тоже совершенствуемся я знаю что есть коллеги которые не хотят делиться им кажется что это путь к улучшению конкуренции как ты относишься к конкуренции в таком сложном секторе как пластическая конструктивная хирургия конкуренция должна быть абсолютно но это глупо думать что последующие хирурги которые придут за тобой молодые они должны быть хуже чем ты наоборот они должны быть лучше но на самом деле мы остаемся в своих учениках и когда нас не будет останутся то чему мы научили этих людей они передадут эти знания другим и так будет эволюция как ты относишься к инста врача сегодня пациенты очень часто выбирают врача по картинкам из инстаграма мы оказываемся таким странным для меня звеном но тем не менее это происходит как нам обращаются пациенты в поисках врача для переделывания результата которым они не удовлетворены когда мы начинаем спрашивать они выбрали врача по инстаграм картинкам как ты относишься вот и наверняка у тебя тоже бывают пациенты которые приходят тебе просят переделать после других врачей на самом деле инстаграм это ловушка для пациента большей степени чем для коллег хирургов мы видя результаты того или иного хирурга в инстаграме четко понимаем что вот здесь может быть фотошоп да потому что на него не может быть такого идеального результата или мы понимаем чтобы что хирург на самом деле выполняет строго определенные операции штучные да он делает сложных случаев тогда мы не можем судить о его достаточно высокой квалификации хирург трех операций это не хирург мы прекрасно понимаем что за рубежом реконструктивно пластический хирург обладает навыками сосудистой хирургии ожоговой хирургии до травматологии и плюс к этому еще реконструкции эстетика поэтому становиться узким специалистом да это очень клёво можно делать всю жизнь только верхнюю блефоропластику буллхорн и лабиопластику и как бы зарабатывать деньги но мы понимаем как бы в среде хирургической чего стоит такой доктор поэтому да это ловушка для пациента их цепляет картинка это насаживается с помощью сео да это ложится на впечатление визуально и вызывает какие-то эмоции очень часто пациенты ловится на этот крючок и потом это становится проблемой надо бороться с этим или я само себя да вы правы в том что это само себя как бы корректирует с течением времени невозможно утаить иголку в стоге сена все равно вот но тем не менее будет какой-то какая-то когорта пациентов которые обожгутся да и которые потом поделятся этим в сетях да заработает сарафанное радио которое все равно как ни глуши она все равно работает до из уст в уста вот и на самом деле сарафан это то что не подается редакции да если мы отзывы в интернете можем проплатить напечатать да и засыпать ими все сайты где обычно выбирают врачей то сарафан это из уст в уста вот эти отзывы не являются истинными ты из семьи врачей можно сказать ты потомственный медик в каком поколении в третьем нет во втором во втором это был осознанный выбор да абсолютно почему ну я полюбила медицину очень рано я видела как работал папа и мама была акушером гинеколом так был хирургом и как бы мне всегда это нравилось то есть я не испытывал страха и я ходила с ним на перевязке еще в когда я была совсем совсем маленького меня брал очень важный момент я бы максимально хотела бы растянуть возможность временную когда я уже буду достаточно зрела для того чтобы понимать то как мыслят родители и чего они хотели для меня когда я была маленькая то есть чтобы мы совпали в определенный момент понимая четко друг друга потому что есть понятие конфликта поколений да то есть когда дети маленькие а взрослые пытаются им что-то внушить они сопротивляются особенно последние поколения да они очень самостоятельные но как та самая мудрость да когда мы взрослеем на вы набиваем шишки да понимаем что есть вещи о которых нам говорили родители да они говорили об этом не просто так и как бы этому сопротивляться не нужно было чтобы мы могли быть им благодарны прямо вот с полным с полной отдачи за все что они нам давали не понимаю честно говоря не понимаю ты прожила свою жизнь как как это может изменить я могу нет я могу прожить жизнь но в какой-то момент родители уйдут и я так и не скажу того что вы знаете родители спасибо вам огромное да то есть не в контре когда я была молода там сопротивлялась ушла из дома да потому что мне пытались сказать ты должна уходила я нет но я как пример да можно было уйти из дома там я хочу поступать в этот институт допустим да бывает такое но ситуация когда родители уже ты не имеешь возможности им этого сказать она очень часто встречается я просто хочу что этот момент наступил максимально поздно и чтобы это было у всех ждем таблетку волшебная да мы на пути к этому это абсолютно осознанный выбор единственное что в институте на шестом курсе немножко увлеклась под анатомии судебной медицины но потом как бы вернулась в мир живых тебе хотелось бы чтобы дети тоже были врачами или это тяжело это тяжело это очень большой труд это не абсолютно не ленивая профессия да и это не профессия когда ты сидишь дома да и зарабатываешь деньги сейчас это можно сделать очень просто да но получаешь ли от 5 этого сатисфаксу моральную эмоциональную и так далее я надеюсь что моя младшая дочь она выберет эту стезю по крайней мере сейчас она хочет этого хотя и всего лишь 10 лет вот но я никогда не буду давить на своих детей то есть это будет их абсолютно осознанный выбор именно тогда профессия становится смыслом жизни и приносит удовольствие безусловно без любви и без страсти не совершается ни одно деяние на земле и именно любовь она никогда не бывает с отрицательным знаком эта эмоция только с положительным знаком работа это тоже вид любви как бы ты стараешься реализовать говорят дар который тебе дан да ты должен его реализовать растая наделен этим и очень важно любить профессию любить работу если ты делаешь ее без любви то это превращается в мучение и страдание татьяна что ты думаешь о возможности путешествовать это это нужно для того чтобы быть счастливым да я считаю что возможность видеть мир видеть других людей то как они живут и как прекрасен мир и природа это великое счастье